Для Виталия Петрашова эти сборы не первые. Тем не менее, каждое подобное мероприятие, говорит мужчина, позволяет усовершенствовать навыки, которые, если понадобятся, могут быть применены для обороны родного края. У нас есть семьи, дети. Я человек. У него есть одно обязание. Заходить свою родину, родственную, в конце концов. Выконать свой громадский обязан перед государством, перед людьми и высшим. В отличие от Виталия Петрашова, большинство присутствующих здесь никогда не держали в руках оружие. Да и о военно-тактической подготовке знают лишь понаслышке. Поэтому огневая подготовка является чуть ли не основной частью таких учений. Наши военнообязанные, которые призваны на сборы, сейчас у нас будут практически выполнять стрельбу с АК-74, первую подготовительную учебное упражнение. Специальные отряды территориальной обороны были созданы при городских и районных военкоматах для ведения партизанской войны в случае временной оккупации территории, а также для охраны админзданий и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. В составе таких отрядов в основном военнообязанные, которые по состоянию здоровья не могут быть мобилизованы. Заход еще раз очень важный, потому что эти люди, которые призваны в этот загон, они при необходимости будут призваны в этот загон и будут указаны задания на территории своего района по обороне его вид имоверного противника. К новой для себя армейской обстановке, говорят офицеры отряда территориальной обороны, личный состав привык достаточно быстро. С поставленными задачами пока справляются. Личный состав устает, тяжело, непривычно многим. Ну, так все справляются, коллектив доволен, получили много знаний, многое вспомнили. После завершения 10-дневных учений каждый из их участников вернется домой к своей привычной жизни, но в случае необходимости будет готов взять в руки оружие, чтобы стать на защиту Украины. Продолжение следует...